МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! С вами Егор Тверетинов. Это программа Дополнительное время. Сегодня я познакомлюсь с путешественниками из Германии, узнаю, кому и у кого тренироваться, открою мотосезон, но и расскажу о кинезитерапии для девушек. Друзья, 9 мая, я считаю, в Перми совершилось знаковое событие. Говорит оно о том, что мир изменился, изменился он в лучшую сторону. В Пермь приехали автопутешественники из Германии на советском автомобиле. Здрасте! Расскажите, во-первых, как вдруг появилась идея взять, во-первых, советский автомобиль там у вас, в Германии, и поехать на нем через всю Евразию? Эта идея у меня появилась еще в детстве, когда я впервые побывал в Монголии. И вот сейчас решил доехать до нее на машине. Идею поддержал и мой друг. Рэма и Роланд – два фаната советской техники. Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает и сам автомобиль. Советский ГАЗ-66 попал в Германию вместе с советскими войсками. Войска ушли, а вот машина осталась, и нашим героям она досталась в потрепанном состоянии. Так что пришлось ее немного доработать. Когда мы эту машину купили, многие детали уже были изношены и требовали ремонта. Так что мы очень рады, что сейчас машина оказалась на своей родине. Тут с запчастями для нее проблем совсем нет. Ехать хотели именно на советском военном автомобиле, ну а именно 66-й выбрали по простым причинам. Вот, например, Урал – тоже отличный автомобиль, но расход у него уж слишком велик. ГАЗ-66 на его фоне более экономичный, хотя минимум 30 литров на 100 километров. Маршрут они выбрали тоже своеобразный. Заехали в страну с севера, с Ленинградской области, и постепенно спускаются к югу, причем двигаются практически по прямой. Далее в сторону Алтая, Чуйский тракт и уже Монголия. Кстати, качество дорог их мало заботит. Что же касается комфорта в путешествии, то тут на самом высоком уровне. Монголия переделали почти полностью. Мы установили две кровати, холодильник, кухню, душ, ну и, конечно, ящики для хранения продуктов и необходимых запчастей. А вот кабина осталась почти без переделок. Первый раз в 66-й залажу. Получилось. Все. Далее, конечно, экскурсия и по жилой части автомобиля. Вот такая уютная квартира, по большому счету. Помимо всего перечисленного, есть баки для воды, нагревателей, система сбора отходов, дополнительные баки для горючего. В автономном режиме машина может находиться около трех дней. Роллот спит наверху, я внизу, просто роллот меньше. Абсолютно все перестраивали своими руками, никого не нанимали. Свою машину немцы назвали Иван. Так вот, на этом Иване они проедут почти 20 тысяч километров. Время в пути – три месяца. Как говорят сами путешественники, Россия произвела огромное впечатление своими масштабами, архитектурами, ну и, конечно, людьми. В фильм они приехали 9 мая. Не побывали на параде Кодни Победы. В Германии такого мы, конечно, не видели. Потрясающее зрелище. Особенно впечатлила техника и большой военный оркестр. 10 мая немцы снова отправились в путь. И вот сейчас, когда вы смотрите эту программу, ребята преодолевают бескрайние просторы Сибири. Ну что ж, пожелаем им легкой дороги. Сегодня мы не просто говорим о спорте, сегодня поговорим о психологии в спорте. И вопрос на повестке дня, на самом деле, очень простой. Кому и к кому нужно ходить тренироваться? Паш, ну, мальчики к мальчикам, девочки к девочкам или неважно? Ну, вопрос, на самом деле, очень актуальный, вот, но он предельно простой. Все зависит от опыта специалиста, который с тобой работает. Если условно разделить на три категории тренеров с опытом, да, ну, условно, первая категория – это от 1 до 5 лет, то здесь, конечно, имеет принципиальное отличие по гендерным признакам. Такому тренеру проще найти подход к противоположному полу. Если же взять категорию тренеров с опытом от 5 до 10 лет, то они уже более универсальны. Он может себе позволить найти общий контакт и преподнести себя любой аудитории любого возраста и пола. Если говорить уже о профессионалах, то есть это от 10 лет и старше, то здесь, конечно, человек становится универсалом. Каким бы методом он ни оперировал, будь то силовые тренировки, кинезитерапия, то есть он уже найдет подход к любому клиенту. Возможно, ему понадобится помощь врача, но для этого, пожалуйста, консультация. Знаешь, говорят, поход к тренеру – это как поход к психологу. Это ведь еще и возможность излить душу. Да, конечно, это как раз-таки появляется с опытом. То есть чем больше человеку своего ремесла, тем, соответственно, более профессионально он преподносит свою услугу и в то же время может быть контактным психологом, который умеет и выслушать, и, возможно, где-то дать нужный совет. Ну, конечно, с позиции тренера. Психологию я бы не стал углубляться. Ну, продолжая обсуждать вопросы психологии, я знаю, есть случаи, когда банально муж не отпускает жену к тренеру-мужчине. И ревность? Что отвечать ревнивым мужьям? Придите на занятия самостоятельно и понаблюдайте за процессом. Пусть они увидят все воочию и у них развеется. Ну, можно же ведь, наверное, вдвоем к одному тренеру ходить? Конечно. Сплит-тренировка – отличный выбор. Сплит-тренировка? Да. Конечно, еще есть люди, которые просто стесняются показаться противоположному полу в не самом выгодном свете. Такое бывает, что ему удобнее заниматься с девушкой, которая не будет предельно обсуждать клиента, глядя на нее там. Вот. И как подруга с подругой, грубо говоря. То есть, ну, такой момент тоже есть. В итоге приходим к тому, что пол тренера не так важен, если вы хотите достичь результата. Стройте свои предпочтения, в первую очередь, на профессиональных навыках вашего специалиста, на его опыте работы, на его образовании, да, где он получил свой старт. Ну и, конечно, на личных качествах. Выбирайте все-таки опытных специалистов. Сегодня здесь, на подвесной Балатовском парке, открытие мотосезона 2019 года. Ну и кто, как не эти ребята, конечно же, нам расскажут, что здесь вообще происходит. Парни, вам слово. Давайте, что здесь, кто эти люди и вообще для чего вся эта довольно веселая движуха? Это традиционная вообще такая ритуальная часть лета, можно сказать, для байкеров. Это открытие мотосезона. Традиционно проходит здесь Балатовском парке. И вот все вы можете сидеть, наблюдать кучу мотоциклов, байкеров, поспрашивать, посидеть, попоткаться. В этом году на открытии приехало почти 700 байкеров. И среди техники есть довольно необычные экземпляры. Что, куда пришли? Это, кстати, очень известный человек в мире тюнинга пермского, в мотоциклетном мире, известен как Бармалей. Он занимается изготовлением индивидуальных таких трайков, ну и вообще кастом-проектов, известных во всем мире, наверное, уже. Сейчас он более подробно расскажет о своей тачке. Да, передаем слово автору. Да, спасибо. Что за агрегат? Вот он на базе БМВ, ЛТ-шки, 1200-115-ка был, с задним ходом. Невма перед, невма назад. Работы таких людей можно по праву сравнить с работой скульптора или художника. Образ в голове создается задолго до того, как обновленный мотоцикл увидит свет. Это творчество, потому что даже документы, которые я получаю, это результат индивидуального творчества. Вот, все официально. Вот сейчас у нас документы в НАМИ. Ну, к концу мая мы получим документы, в конце мая отдаем уже клиенту. Есть среди пермских байкеров и любители советской классики. Что у нас тут за твоей спиной? За моей спиной мой цикл «Урал». Многие любят прямо восстанавливать такую аутентичную старую технику. И вот мы наблюдаем яркий, такой хороший экземпляр «Урал». Практически в оригинале. Если кто-то за классику, то кто-то уж точно за мощь. А здесь у нас мы видим крутой мотоцикл «Триумф Рокет 3». Но не простой «Триумф Рокет», а у него есть турбонагнетатель. У данного мотоцикла в стандарте 2,3 литра объем. Дикий крутящий момент больше, чем у автомобиля. Больше 200 ньютонов на метр крутящего момента. А с турбонагнетателем все эти цифры умножаются практически вдвое. И ходят слухи, что данный мотоцикл, несмотря на свои огромные габариты, двигаясь скоростью примерно 140 км в час, может легко встать на заднее колесо. Но этого, конечно, никто не проверял. Просто слухи. Ну и, конечно, ни одна байк-тусовка не проходит без красивых девушек. Как говорится, и на мотоциклы посмотреть, но и себя показать. Просто пришли красоту навести на этом мероприятие. Вызвали ажиотаж-то среди мужиков? Ну, не знаю. Вам нравится? Ну и все. Мы вызвали ее. Ну и, конечно, все это веселье в том числе проводится для того, чтобы водители понимали, что на дорогах появятся мотоциклисты. С сегодняшнего дня мотоцикл считается официально открытым. Поэтому водители четырехколесные, будьте внимательнее на дорогах. Мотоциклов станет в разы больше. Но, как видите, их здесь очень много. Они все с документами, все с правами. Все научились ездить за зиму. Поэтому я надеюсь, что у всех будет прекрасно. В этом сезоне без аварии, без ЭТП, без каких-либо проблем. Уже традиционное открытие мотоцезона продолжилось парадом мотоциклов и вечерним концертом. Сегодня в рубрике «Здоровье» поговорим о здоровье женском и о кинезитерапии в этом женском здоровье. Паш, вы уже знаете, это наш специалист по кинезитерапии. Паш, тебе слово. Есть ли какое-то определенное по упражнению именно для девушек? Спасибо, Егор. В основе лежат цели клиента. У девушек их всегда, у женщин две. Это красота, то бишь эстетика, да, фигура. И здоровье. То бишь это уже нажитые какие-то проблемки, может быть, поясница, колени. С запорным двигательным аппаратом я имею в виду. Кинезитерапия как раз помогает и поправить здоровье, и улучшить фигуру. У девушек в первую очередь начинает страдать поясница, тазобедренный сустав и колени. Бывают также шеи и плечи. То есть у девушек достаточно слабые плечи в силу специфики организма. И плюс они не любят тренировать руки. Соответственно, кровоток шейного отдела и головного мозга у них снижен. А из-за этого могут возникать мигрени, головные боли. Сегодня наши упражнения направлены именно на эти части организма. Естественно, в женские упражнения буду делать и я. Для этого у нас есть Алена. Прошу любить и жаловать. Паша, действуй. Так, ну что ж, а мы начнем с тобой с разогрева коленных суставов. То есть для этого мы с тобой встанем таким образом, правильную ножку подлинув, и погреем наши коленные суставочки. Так, поразгибаем. И потом я по ходу пьесы буду показывать тебе упражнения. Такими упражнениями мы напитываем кровью коленный сустав и подготавливаем его уже к настоящей тренировке. Резиновые эспандеры смягчают нагрузку на сам сустав и включают работу мышцестабилизаторы. Далее греем сустав тазобедренный. Это движение футбол. То есть одной ногой. Опорная нога у нас чуть-чуть присогнута в колени. Стоим на пятке. И прямой ногой перед собой. Одной ногой 10 движений. И второй ногой 10 движений. Разминка окончена. Начинаем работать. Чуть-чуть присесть назад. И выдох коленка к себе. Носочек смотрит на себя. И выдох к себе. Хорошо. Голову можно также чуть-чуть наклонять колено. Таким упражнением мы прорабатываем и коленный, и тазобедренный сустав и растягиваем мышцы вдоль всего позвоночника. Это упражнение совмещено с выпадами. Здесь мы еще и затрагиваем эстетическую цель. То есть тренируем мышцы ягодиц, что для нас принципиально важно. Далее прорабатываем двуглавую мышцу бедра. Именно она отвечает за здоровье поясницы. Руками упор вот сюда. Бедро. Можно одной. Носочек на себя. И на выдох сгибаешь ягодицы и разгибаешь. Еще одно упражнение для здоровья спины – опускание прямой ноги. Задняя поверхность бедра у нас здесь растягивается. То есть мы ее согрели изначально первым упражнением. Сейчас мы ее по легкому тянем. Далее еще одно упражнение – на тазобедренный сустав. Плюсом оно еще очень полезно и для колена. Особенно для крестообразных связок. Колено работает в статике. Ножка немножко перед собой на вынос. Носочек на себя и на выдох в сторону. Что еще для нас принципиально важно? Вместе с приводящими мышцами у нас работают воздушно-поясничные мышцы. Это основная мышца, одна из основных для здоровья всего позвоночника. В первую очередь пояснично-корресцового отдела. Далее убираем застой в плечевом поясе. Наша задача присесть, пяточки в упор, растянуться вперед. И по одной руке каждый раз вперед вытягиваясь, к себе дотягивать. Потом немножко отдохнем, плечиками покачаем. На выдох к себе с опинацией рук. Вперед растянулись. Ну и пока так. Очень важно при выполнении этого упражнения растягиваться. Именно момент чередования сокращения и растяжения дает нам лучший результат. То есть мышцы нагнетают все питательные вещества к суставам и межпозвонковым дискам. И эффект расслабления дает нам устранение спазмов. Ну и за что мне особо нравится кинезитерапия, так это за то, что и там есть упражнения не просто полезные, но еще и немного экстремальные. Например, вот такие. Вот. Раз. Раз. Ну или вот такие. С таким путем растягиваем мышцы спины. Конечно, за здоровьем следить нужно в любом возрасте. Но чем старше, тем проблем больше. Кинезитерапия как раз позволит эти проблемы убрать, ну или хотя бы не дать им развиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин